Раскупить мы его можем только страданием, только постоянным, настоящим трудом. А если есть у вас ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец, будьте свободны. Как ветер. КОНЕЦ Александр Александрович Лентварев и многие черты характера этого замечательного человека, как раз это и в этом герое. Он здесь зачал лешего-дядю Ваню. Первым прототипом доктора Астрова является Александр Александрович Лентварев. Оказывается, представьте себе, этот Александр Александрович, так же как Антон Павлович, любил перед обедом пропустить рюмочку водки хорошей. И это качество его здесь и замечалось, и пародировалось, и упреки по этому поводу он заслуживал, этот Александр Александрович. Но факт того, что доктор Астров тоже ходит, бродит по ночам в доме Серебряковых и находит вот то самое, просит няньку. Нянька, нет ли там у тебя? Нянька находит. Понимаете, насколько, значит, это точное попадание. Того лета радостные события в маят колен тварьовых переплетались с трагичными. 12 червня в Лучанской церкви Иоанна Претечи ввенчался брат Чехова Александр с Натальей Гольден. В цей же церкви 19 червня відспевали другого брата, художника Миколу Чехова. Який довгий час хворів на чахотку, и тут, на Луці, назавжди відійшов земной дороги. Вся родина Чехова была в безотечном горе. Антон Павлович писал. Бедняга Николай умер. Я поглупел и потускнел. Скука адская. Желаний отсутствуют. У меня нет ни желаний, ни намерений. А потому нет определенных планов. Могу хоть в Ахтырку ехать. Мне все равно. Вот тут особенно о Николай Павловича думается. В сумах. Потому что здесь ведь остался он. Здесь его могила. И здесь то место, которое, видимо, очень чувствовал Антон Павлович. Он ведь очень горевал, когда умер брат. Он его очень любил. И вообще считалось, что... Он даже говорил, что вот мне бы талант Николая. Он считал Николая Павловича наиболее талантливым из всех братьев. Хотя они все были очень талантливые. Но вот почему-то Николай Павловича, он ценил, он страшно, конечно, горевал, что не мог справиться с этим его пристрастием горестным. Вот. И, конечно, он очень-очень грустил после смерти брата. Но он себя утешал вот этими словами, что он лежит на этом кладбище, на высоком берегу. И что здесь лежать ему уютно. Попри всі негаразды, дивовижна природа, старовинна садиба, нові враження, неординарні лентварьови, знамениті гості, які весь час перебували в маєтку, надихали Антона Павловича створювати нові літературні шедеври. Святова душа Чехова назавжди зріднилася з лучанською садибою. Аббация и Адриатическое море великолепны, но лука и псиол лучше. В этих словах до нынни витає чеховський дух. Чеховський дух. О чеховському духі. Я думаю, наверное, це так. Думаю, наверное, це так. І ви знаєте, я, коли прочитала в письме Іваненко, Марія Павловна Чехова. Я позвольна напомню, що Іваненко – це виновник приїзду наш земляк і виновник приїзду Антона Павловича сюди. І в 1925 році, пишет Марія Павловна, домик, в якому ви жили з Антоном Павловичем, сохранен. Весною і літом сумчане приходять сюди і берегуть його, чтя пам'ять Антона Павловича. 25-й год. Поэтому, наверное, вот эта любовь к этому месту многих людей, в том числе для мене це дуже важливо, то, що вначале це був круг як би чеховський, лентварівський круг. Эти люди, які ту любовь несли, да, вот Антон Павлович приехав, і потім це було таке було виспомінання для всіх, совершенно удивительне. І не тільки для лентварів, але й для многих сумчан. І то, що ухаживали за могилою Николаю Павловича, ну, казалось, і время уж такое, да, не до того кожному, але, тим не мене, ухаживали за могилою. Вот, тим не мене, все время говорили о том, что как же увековечить пам'ять Антона Павловича, ну, а как увековечить-то? Надо музей сделать в этом маленьком доме с колоннами, в котором он жил. І вот це все-все шло, і вот в 60-м году, слава Богу, відкрали музей. Ауру, в которой была в этом доме семья Чехова, где был он сам, она ощущается. Это не в каждом музее можно почувствовать. Конечно, большим контрастом и большой болью являются руины усадьбы Ленотварёвых. Мы сегодня, вот я тогда много узнала, я приехала, читала, но сегодня я как-то ещё более острее почувствовала, какая это была потрясающе по глубине интеллектуальной мысли точка, в которую все стремились и из которой исходило творчество, дух, мысль людей той эпохи XIX века. Серед спогадів тієї далекої минувшини витають образи, души яких незбагненні і прекрасні назавжди поселилися на луці в маєтку Ленотварёвых, где уже півстоліття иснує музей геніального письменника Антона Павловича Чехова. Сюди в будиночках з мезоніном приїздять гості з усього світу. Берегині музею, його охранительниці зворушливо і нездоланно стоять на сторожі чеховських традицій, ніби на молитві в храмі людського буття. Кінець 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 буття. Бессилие дремотно Чуть слышен бульс, Как сонный метроном. Он в прошлом, в будущем Уже ином, Столетие бесповоротно. Ностальгія за Чеховим триває ось уже друге століття. Феномен письменника, драматурга і людини розгадую покоління за поколінням. Адже у кожного свій Чехов. Музыка. 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 Продолжение следует...